МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Елены Воробей. Фантастика! О-о-о! Кто угрожал артистке? Закрывает в номере дверь и кладет пистолет на тумбочку. Правда ли, что папа Елены стал звездой интернета? И другие семейные секреты королевы пародии. Думала, что выйду замуж по расчету. Добрый день. Сегодня мы листаем семейный альбом Елены Воробей. Я счастлива приветствовать вас всех в нашем санаторе «Звездочка». Силами наших звездных пациентов мы подготовили специально для вас роскошный праздничный концерт. Делаем это мы вместе с ее дочерью Соней и с ее отцом Яковлевым, которым, собственно, мы и в гостях. А у вас вообще в семье дедушки, прадедушки занимались шоу-бизнесом, как это называется, пели, играли. Мой папа, ее дед, он играл на струнных инструментах. Профессионально? Нет, он любитель, но он играл по слуху любую мелодию сыграть мог. Фотографии есть, где вы с Наташей. Вот я не знаю, с коллегами мы рассматривали, есть общее что-то или нет? Или вы совсем не похожи, как мне кажется? Или вы считаете, что что-то общее у вас есть? Мы так бывает соберемся с семьей, друг на друга посмотрим и говорим, какие же мы все разные. Поэтому, когда папа с мамой говорили, мы нашли тебя в капусте, тебе айс принес, я думала, может, правда? Наташа домашняя. Она замечательная хозяйка. У нее дома пыльинки не найдешь. Она знакомится с молодым человеком, и месяца не проходит, ей делают предложение руки и сердца. Думаю, что такое в ней есть? Как она так действует на мужскую психику сознания? У вас есть поклонник, молодой человек, жених? Жених. Слава богу, мы как-то вот... Хорошо, ну поклонник, я не знаю. Ухаживаю. Я интересовалась, кстати, в горе. Рассказывала Сонечке, что вот женихи в 14, это было на Руси еще в Петровские времена. Мне нужно было рассказывать Соне интересные какие-то факты, чтобы к 14 годам не возникло желание выйти замуж. У вас в 14 лет уже был опыт поцелуев? В 14 летнее. Нет? Некогда было. Как же ты некогда был? Все по хозяйству, по хозяйству? Нет, во-первых, музыкальная школа, подготовка к поступлению в музыкальное училище. Во-вторых, особенная бдительность была у родителей за дневничком последить, чтобы не было троек. А параллельно я еще так втихаря готовилась к поступлению в театральный институт. Немножко другие были приоритеты. Так в личной жизни я понимала, что я особого интереса не представляю. Как-то за мной мальчишки в классе не бегали. Отпусти, отпусти, чудо-юдо. Ты пойми, не поймут меня люди. Если честно, нету места рядом со мной. Посмотри, как с тобой мы похожи. У тебя борода, у меня тоже. Мы с тобою переплюнем дуэт стату. Я втайне влюблялась. Я так понимаю, что девушка такая, то, что называется, с драйвом, то, что всегда привлекает мальчиков, мне казалось, это что, у вас позже появилось вот это все? Вы в школе не этими качествами не были? Это произошло однажды извержение вулкана. Да, интересно. Я была серая лошадка такая, знаете, с которой знали, что так. На всякий случай лучше поосторожнее. Поэтому все старались со мной дружить, но так чуть-чуть. А вам приходилось дочерей наказывать? Пауза такая. Один раз Лену. Один раз всего? Да. За что? Она начала на рынке требовать что-то. Так. И вот эта детская... Упала на асфальт, забилась, да? Начала ногами. Классика. Классика. А я же не говорю, если сейчас ты поведешься и исполнишь ее то, что она требует, будет это надолго. И мы ей тогда нашлепали, вот так вот, да? Ну, рукой? Или... Не, ну, не кулаками же. Ну, ремнем можно же, есть всякие девайсы. Я думаю, вкуда у меня было осознание, что у папы тяжелая рука. Вон оно! А я читал где-то в одном из изданий, что вы огорчились, мягко говоря, когда узнали, что татуировка появилась у дочери. Когда она себе сделала татушку эту? Где она? Татуировка, на плече. Так, на плече. Так. Ну, тогда еще это когда... Никто не носил. Никто не носил. Не было. То есть не было такой... Не было такой моды, не было. То есть это вы, законодательница мод, и просто вот этот тренд, собственно, обозначили. Женя, я даже вот брючки, которые сейчас по косточку, такие коротенькие, тоже первое начало носить. Папа с мамой так на меня, да, хипстер. Они так смотрели, говорят, ты что, ты и так не пойдешь? Я говорю, пойду. Ты не пойдешь? Ты что? Ты же нас позоришь. Скажешь, что ты... Брючки мы тебе не можем купить. А потом только мода такая пришла. В таком наряде удобно Работать и отдыхать И, кстати, очень удобно В нем просто ложиться спать Держим в тяжелых рукавицах ребенка. Знаете, как с соседью? Да. Нет, не знаю, конечно. Когда обратят внимание, что у дочки татуировка еще в те времена, сразу начинают какие-то нехорошие вещи придумывать. Типа? Типа, вот, смотри. Связалась с кем? Папу. Папа ходит разрисованный. Видно, связалась с кем-то. А у вас ведь обратило внимание. Можно посмотреть? У вас же татуировки-то есть. Да, тут такие. Что это? Ну, есть, есть. Ну, есть, но это ошибки молодости. В душе моряк. Вот, видите, якорь. А, то есть вы мечтали о... О морях и океанах. О морях и океанах, да? О море, сидя дома. А почему не поступили в мореходку или куда-то? Это же... Я написал письмо, вдали рыбу астраханскую. Пришел вызов, жена меня не отпустила. Лена маленькая была. Ну, мы вас примем для матросов, работа в море. И вот моя вся мечта... Мама говорила, ты что хочешь, чтобы был, как это, по матросил и бросил? Кстати, удивительное дело, когда читал биографию, у вас поразилось, что человек с фамилией Либенбаум работал с лесарем в ЖЭКе. Потому что, в моем представлении, еврей – это обязательно представитель либо творческой профессии, либо, там, врач. Финдиректор тоже нормально. Ну, это само собой как бы. А вот в ЖЭК прямо меня это удивило. Ну, точнее, сантехник – это сам, как ты сказал. Мама тоже говорила, думала, что выйду замуж по расчету, когда она согласилась стать женой. И папа говорит, а на что ты рассчитывала? Ну, то, что ты еврей. Сынок, скажи мне, чем она тебя взяла, чтоб я знал? Батя, у нее отец – продавец. Сынок, у тебя отец – слесарь пятого разряда, понимаешь? А то какой-то продавец. И что он продает, этот продавец? Нефть! Не было никакого антисемитизма? Никогда не приходилось сталкиваться? Лечилась. Если говорилось, если это говорилось, где-то, когда в спину. Ага. Он за себя поставит? Ну, вы тоже, насколько я знаю за себя в этом смысле, тоже стояли и можете постоять. Ну, мне никогда не было, что я стеснялась фамилии. Вот не было такого. Даже когда я поступила в театральный институт и замуж вышла, я фамилию не меняла. То есть вы, когда вышли первый раз замуж, вы девичью, да, стали? Любенбаум. И несколько есть версий, откуда псевдоним. Это Винокур, да, все-таки, да, вот эта версия? Да. То, что Винокур вам подсказала? Да, мы вместе, как-то произнеслось это, ты как-то птицу мне напоминаешь. Говорит, Воробья, может? Он говорит, о, кстати, хороший псевдоним, Воробей, давай Воробей. А, Ленька, урвала, все. Но вы с ним практически не работали, да, вот, с Винокуром? Сотрудничество у нас было единожды, у нас был один номер совместный. А так было бы участие в посвящении Винокуру, скажем так. А с Ветером вы как познакомились? Я знаю, что он же, у вас из какой-то такой криминальной истории, когда у вас кто-то сидел с пистолетом у виска и требовал там 5000 долларов по тем временам, он же собирал деньги для вас здесь в Москве. История была дикая, это уже были не лихие 90-е. Как, это не 90-е, потому что это типичные 90-е. Эта история была из 2000-х, по-моему, 2003-й год. А я чуть не разрешила ему поменять у себя давление. Аферист! У меня были гастроли, которые накануне, за две недели до вылета, на Дальнем Востоке. Должны были меня проводить такие муж с женой, я вспомнила все-таки их фамилию, они до сих пор работают, до сих пор кого-то возят. Вы хотели сказать, живут сперва, живут, так, работают. Работают, в шоу-бизнесе работают. В шоу-бизнесе, да. Но знаю, что недавно они очень некрасиво обошлись с другим проектом, ну, без пистолетов уже, а то, я думаю, сейчас. Я просто совершенно была, только-только оказалась в Москве, я даже не знала, как реагировать. Когда мне за неделю до вылета в тур говорят, что что-то плохо, билеты продаются, мы хотим отменять. Я хочу уточнить, а по предоплате тур? Нет, я даже таких слов не знала. Так, понятно. Какая предоплата? Мне предложили сниматься в кино, и я, естественно, согласилась. И как раз это совпало на эти числа. Вдруг они за два дня мне звонят и говорят, ну, ты знаешь, мы сохраняем. Я говорю, как, подождите, я уже взяла съемку на третий и четвертый день гастроли. Я говорю, хорошо, давайте первый, второй сохраняем, третий, четвертый отменяем. Я вылетела, отработала первый, второй концерт. Мне не заплатили нисколько, нисколько. Обратных билетов нет. И когда я так говорю, что странное происходит, меня сопровождает организатор, этот закрывает в номере дверь и кладет пистолет на тумбочку. Настоящий? Настоящий, конечно. Вряд ли пластмассовый. И начинает разговаривать. А вот теперь, красавица, значит, разговор будет такой. Мы попали на деньги, вот такая-то сумма, ушла на рекламную кампанию. И я говорю, и? Ты отрабатываешь эти концерты. Я говорю, я не могу. Меня ждет съемочная команда, там 60 человек, съемочная группа, артисты из Москвы все прилетели. Говорит, нет, ты не понимаешь. И так еще раз еще передвигает. Если ты не хочешь отрабатывать эти концерты, значит, ты должна нам заплатить. Что заплатить? Деньги, которые мы потратили на рекламу. Конечно, сумма, названная в 5000 долларов. По тем временам. По тем временам это звучало, это была угроза, естественно. И я говорю, у меня нет таких денег. Звони кому хочешь, звони. Мне дали телефон, я звонила. И Гена Ветров был единственный человек, который сказал, у меня нет таких денег, но я постараюсь их собрать. Он говорит, я по голосу твоему услышал, что ты в беде, что ты в опасности. Остальные не услышали по голосу? Нет. Ну, может быть, не было денег. И как это все про технические передачи денег произошло? Человек, посредник от этого господина с оружием. В Москве назначил место, время. Стрелку, да? Да, забил стрелку. С Геной Ветровым. И произошла передача денег. Только после этого меня оставили в покое. Я без обратных билетов. И деньги просила у ребят. Уехала оттуда в долгах. Меня, конечно, так трясло по дороге. Но на съемку я приехала в драйве. Я думаю, что да. В полномоксе. А за адреналина там, думаю, что хватило. Вообще. Смотрите далее. Как Елена Воробей стала свидетельницей чернобыльской аварии? Маленькая оранжевая точка. Оранжевая, да. Радиация. Правда ли, что ее папа стал звездой интернета? В какой стране у Елены нашлись родственники? Ой, давай расскажем эту историю. История, которая не оставляет равнодушным никого. И чем Евгению Додолеву удалось удивить королеву пародии? Ох, какая красота. А приходилось вообще с бандитами сталкиваться? Может быть, в 90-е когда-то работать на каких-нибудь корпоративах таких? Нет, корпоративов не было. Какие корпоративы, Женя? Ну, какие разные. Разные корпоративы. Какой у меня был корпоратив? Вечеринки, я не знаю, как это называется. Ну, вечеринки у нас были. Мы просто вечерами грузили коробки, отправляли их в Белоруссию. На Белорусский вокзал, Витебский вокзал. И когда однажды на нас наехала братва этого района, и они потребовали объяснений, что мы здесь делаем, это их территория. И сходу я и мой коллега по театру, мой сокурсник Миша Трисоруков, заслуженный артист России, он сказал, да, у нас есть крыша? Есть. Он говорит, там, очень хотим видеть вашу крышу. Да, ну, давайте, как что, договоримся. И договорились там на послезавтра. А Михаил заканчивал институт Лезговта. У него были большие-большие связи. Как раз с миром спорта. Ну, понятно, да. А, собственно говоря, криминальный элемент, который в лихие 90-е ходили в трениках, и крутые пацаны участвовали во всех разборках, забивали стрелки. Они были все родом оттуда. Он позвонил своим друзьям, и они сказали, что вот на послезавтра, ну, никак не получается. И попросили перенести на послепослезавтра. Но для этого кому-то надо было прийти в назначенное время, в назначенное место. Все отказались. Я понимаю, что больше идти некому, только мне. Я наряжаюсь, беру парик в костюмерке, надо сделать какую-то бизнес-леди из себя. А я, что там, студентка театрального института, какая бизнес-леди? А, то есть, это еще питерская история. Питерская история, конечно. И я отправилась на эту стрелку. Одна? Одна. Меня моментально окружило человек 20, наверное. Они выше меня в полтора раза. Вошла в роль, разговаривала, как сейчас бы сказал Тимоти, дерзко. И я говорю, ребята, что у вас какие-то проблемы? Что у вас какие-то нервные? Нам сказали, что придет крыша. Говорят, у крыши выходные. То есть, а кто? Что? Чего? И вот я справилась с этой ролью. Очень непростой. Меня поколачивало внутренне. Потом. Значит так, вместе с набежавшими процентами. Да. И штрафами. Я готова дать 1100, 1200. Забирай все. Вы должны 120 тысяч рублей. Ах, харь, а не треснет. Чего? Я говорю, хорошо, что не 200. А вот вы рассказывали, когда вы впервые с Аллой Борисовной столкнулись где-то там в Куарах. Все связано с Петербургом. И у вас, как вы сказали, ноги были как спагетти. То есть, в общем, почувствовали. Сейчас вот такого пиетета уже нет? Есть. И не только передалой Борисовной. Для каждого из нас большая честь На сцену выходить из-за грязи. Какое счастье, Что на свете есть Великое призвание Артист. Когда я вижу людей, которые для меня кумиры... Прямо вот испытываете такой трепет? Трепет. Я даже начинаю иногда заикаться. Мне кажется, я в этот момент такая глупая. Думаю, боже, ну... Я теряю... У меня сознание плывет, оно бесконтрольное. В это время я думаю, мне надо как-то успокоиться, чтобы я начала... Ну, кто же эти люди, которые Елену Воробей заставляют заикаться? Кто это? Огласите, пожалуйста, весь список. Михаил Михайлович Жванецкий, Геннадий Викторович Хазанов, Инна Чурикова, Инна Михайловна Чурикова, Светлана Крючкова. Люди огромного таланта, огромной мудрости, ума и какого-то человеческого... Вот вы Жванецкого упомянули. Почему вот почти не бывает женщин-сатириков? Почему смешат в основном мужчины? Почему крайне редко, вот, ну, вы, исключение, еще там две-три фамилии женщины могут насмешить, как вы считаете? Ну, вопрос... Вы задумывались об этом? Это какая-то дискриминация? Это какой-то наш мужской заговор? Чего-то? Лендерный отбор в этом случае, я думаю, что... Ну, вопрос-то серьезный. Попробуем заглянуть в историю. Я не помню случаев, чтобы на государевой службе состояли шуты женщины. Не помню. Дозволялось всегда крепкое словцо и такое с сатирой. Тоже мужчины. Вот оттуда тянется этот гендерный отбор. То есть это мы вас не пускаем... Да, получается... Может, по жизни женщинам не до смеха. Может быть, кстати, вот. Вот, может быть, и так. Вот, хорошая версия. Вот, действительно, вы ведь вне конкуренции, фактически, в своем жанре. Потому что, ну, кто еще есть из... Мне частенько задает... Вот папа, кстати говоря, вот сейчас виртуозно шутя, а потом придет, посмотрит какой-нибудь проект телевизионный, где я дурнушка или хохотушка и такая... Ну, в образе, в каком-нибудь штуку.